Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях начальник управления социального развития администрации Одинцовского городского округа Наталья Вячеславовна Караваева. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна! Здравствуйте, Мария! Очень рада вас видеть в нашей студии. Сегодня поговорим о месячнике людей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Вячеславовна, какая база для физического и творческого развития людей с ограниченными возможностями здоровья создана в нашем округе? Ну, Мария, давайте, наверное, начнем с того, что я всегда очень люблю начинать с цифр. В Одинцовском городском округе на сегодняшний день проживают свыше 16 тысяч наших жителей, взрослых жителей, чьи возможности ограничены. И 890 детей, также возможности которых в развитии ограничены. И, конечно, у нас делается очень много для людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Но все равно надо всем нам объединиться для того, чтобы жизнь людей с непростой жизненной ситуацией была легче, лучше, комфортнее. Вы как раз говорите о том, что эта работа, она ведь ведется не только один месяц в году или один день в году. То есть это 365 дней плановой работы, направленной на поддержку, на развитие и детского, и взрослого населения, на людей с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно. И мне бы хотелось сегодня именно поговорить вот по таким векторам. Это образование, это творчество, физическое развитие и организация досуга. А также помощь людям со стороны администрации Одинцовского городского округа. И действительно у нас в округе функционирует уникальное учреждение. Это физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов и инвалидов, где люди с инвалидностью могут развивать свои физические возможности, могут общаться, могут проходить какие-то определенные процессы реабилитации за счет физического развития, за счет занятий в таких секциях. В округе существует шесть площадок, где люди, записавшись в этот клуб, могут проходить занятия по адаптивной физкультуре, по адаптивному спорту. Это и атлетика, это и лыжи, ну, при наличии снега, безусловно. Это занятия плаванием, это общее физическое развитие как взрослых, так и детей. Ребята-спортсмены-инвалиды показывают очень высокие результаты. На территории Одинцовского округа в рамках физкультурного клуба «Одинец» занимаются спортсмены-лучники. И Наиль Ганин, это спортсмен-лучник, на Олимпийских играх в Токио 2020 занял девятое место, он представлял Россию, девятое место из 36 спортсменов. У нас есть в округе очень большие достижения и в области плавания. Так наш Одинцовский котик Алексей Дегтярев, наш знаменитый солнечный мальчик, он в рамках «Дня инвалида» провел уникальную тренировку для взрослых в бассейне и показал, как могут люди с ограниченными возможностями и плавать, достигать определенных результатов. Но самое главное, самое главное, это физическая и социальная активность. Наша съемочная группа побывала на открытом занятии в бассейне. Давайте посмотрим, как это было. Алексей Дегтярев – Одинцовский котик. Так ласково называют соперники особенного спортсмена из Подмосковья. Недавно Алексей вернулся с первенства Европы, на котором вновь стал лучшим и вошел в пятерку сильнейших пловцов. Сегодня он приглашенный гость на тренировки участников клуба «Одинец». Подготовку водного объекта оценил по достоинству. Алексей мечтает, что в его родном городе Одинцово появится настоящий спортивный бассейн, чтобы ему не приходилось тренироваться в Москве. А вот для участников клуба «Одинец» бассейн школы Олимпийского резерва в самый раз. Каждую пятницу они проводят здесь. Потому что они любят жизнь, они хотят большего, они хотят заниматься. И получается, что они все разные. И не получается, как на секции, всех поставить в ряд и все делают одну работу. Каждый выполняет свою нагрузку, то, что ему по силам. Кто-то отрабатывает технику, кто-то играет с мячом. Но для каждого эти занятия важны. Вода расслабляет и дает силы, чтобы не опускать руки, а жить и стремиться к большему. Чтобы они не сидели дома в четырех стенах, а развивали свои способности, чтобы было радостно на душе. И нашим людям с ограниченными возможностями, и членам их семей. А возможности действительно есть, и не маленькие. В округе работают муниципальные программы для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках которых можно развиваться не только в творческом плане, но и в физическом. В Одинцовском округе достаточно много делается для людей, чьи возможности ограничены и в творческом плане. Так, например, на базе Одинцовской библиотеки Нобер-2 есть социально-культурный клуб для слепых и слабовидящих людей. Созданы специальные рабочие места, где люди с ограниченными возможностями в области зрения могут прослушивать специальные аудиокассеты. Этот материал предоставляется нашей библиотеке из российской библиотеки для слабовидящих и слепых людей. Также люди из нашего общества для слабовидящих и слепых могут общаться, приходить, обмениваться какой-то информацией. Это для них действительно социокультурное место, где они могут организовать свой досуг, пообщаться, обсудить свои проблемы, возможности в развитии. Также в Одинцовском округе существует уникальный клуб, который называется «Изумрудный город». Этот клуб для детей в возрасте от трёх лет, но так же в нём занимаются и достаточно взрослые ребята. Этот клуб создан для людей, будем так говорить, от трёх до двадцати трёх лет. Вот, ребята, молодые люди приходят заниматься вокалом, сценической речью, декоративно-прикладным творчеством. Такое объединение у нас создано на базе Одинцовского центра развития культуры. И здесь действительно ещё одно место притяжения ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые могут напитаться культурой, общением, которые могут заполнить свой досуг интересными мероприятиями. И это одно из мест творческого притяжения для людей с ограниченными возможностями. Наша съёмочная группа, наши журналисты неоднократно бывали на мероприятиях, которые проводит клуб «Изумрудный город». И совсем недавно прошла выставка в Одинцовском краеведческом музее. Давайте посмотрим, каких успехов ребятам удалось достичь. Уютные дворики, городские пейзажи, Кремль изобразили участники пятого открытого окружного творческого конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья «Волшебники изумрудного города». Конкурс получился очень такой тёплый, интересный. Работы замечательные в разных техниках, с использованием разных материалов этой рисунки, ДПИ. В этот раз на конкурс было представлено более ста декоративно-прикладных работ и рисунков воспитанников 18 учреждений образования и культуры на тему «А из нашего окна». 49 из них стали призёрами и победителями. Вы удивительные и прекрасные. Судить работы практически невозможно. Я хочу сказать всем вам сразу, что вы все абсолютно победители. И те, которые сейчас здесь, и все, кто по каким-то причинам сегодня не смог к нам доехать, но тем не менее получат свои призы и награды. Первое место в номинации декоративно-прикладное творчество завоевала коллективная работа клуба «Изумрудный город Букет». Одним из авторов этой уникальной картины стала Кристина Лбова, постоянная участница конкурса. Второй год в «Волшебниках изумрудного города» участвует Саша Балашов. В этот раз он нарисовал рыжего кота и чижика-пыжика за окном. Сюжет помогла придумать мама. В итоге третье место в номинации «Изобразительное искусство». Мне нравится рисовать свои рисунки. Еще что? Еще мне нравится получать грамоты. Совместный проект клуба «Изумрудный город» и Одинцовского историко-краеведческого музея стал интересен и за пределами округа. В этом году участниками конкурса стали юные художники из коррекционных и специализированных школ из Москвы и девяти муниципалитетов Подмосковья. Наталья Вячеславовна, в некоторых школах нашего округа вместе с обычными детьми обучаются особенные дети. Так, например, в Лесногородской школе впервые в Московской области был открыт ресурсный класс. В школе номер 17 в этом году в первый класс поступила Маша Гутова. Всем известная замечательная девочка, которая учится в самом обычном классе. И совсем недавно, в начале декабря, она даже получила подарок от главы нашего муниципалитета. Вот расскажите, пожалуйста, об этой программе. Насколько она востребована родителями, чьи дети имеют какие-то ограниченные возможности здоровья. И действительно, насколько это эффективно? Вы знаете, действительно, такой класс для детей с аутистическим расстройством, ресурсный класс. Это уникальное событие для всего Подмосковья. В 2019 году начал работать этот класс. Это очень дорогостоящие мероприятия, которые финансируются за счет муниципального бюджета и благотворительного фонда «Голчонок». На сегодняшний день в этом классе занимается пять ребят. Здесь они занимаются по индивидуальному образовательному маршруту, а также в рамках инклюзии они посещают образовательные предметы наравне с другими детьми. У каждого из таких ребят есть тьютер, помощник, который помогает ему проходить образовательный процесс. Ребята включены в неклассную жизнь школы. И, конечно, для них это огромный-огромный толчок для социализации, для того, чтобы развиваться и получать знания. Что хочется сказать про Машу? У Маши нарушение опорно-двигательной системы, поэтому ресурсный класс ей не нужен. Она проходит по решению родителей образовательную программу со всеми ребятами, такой же, как и проходят дети во всей 17-й школе. Но ей нужны особые условия в плане доступности. Именно поэтому класс решением и руководство школы, руководство округа было решено перенести на первый этаж, чтобы Маше было удобнее добираться до него. Ну и, конечно же, глава муниципалитета, вручил Маше, подарил специальную парту. Теперь она имеет возможность сидеть со своими одноклассниками, о чем она так долго мечтала. Давайте посмотрим, как это было. Давайте, как раз вот о доступности образовательного процесса для таких ребятишек. Первоклассница Маша Гутова – очень любознательная девочка. Она любит книги, шахматы, а еще увлекается литературой. Об этом ученица 17-й школы рассказала главе округа Андрею Иванову. Руководитель муниципалитета приготовил для Маши особенный подарок – специальную парту, чтобы ей было комфортнее обучаться. Теперь я смогу с кем-нибудь сидеть. Да, ну, конечно, подозрение. Парта легко регулируется, а еще она достаточно просторная, ведь Маша давно мечтала, чтобы с ней рядом сидели одноклассники. Теперь и это желание девочки исполнено. Я буду сидеть с этой стороны, а кто-нибудь рядом со мной будет с этой. Я хочу с кем-нибудь сидеть. Несмотря на свой юный возраст, девочка является лауреатом конкурса «Литературное слово» и послом счастья в Ассоциации «Дети Евразии». Свои успехи в чтении она легко демонстрирует гостям. И в бой помчится, словно красный конь, в борьбе с собой себя превозмогает. Диагноз Маша – спинально-мышечная трофея. Учиться в обычной школе было общим решением семьи Кутовых. Сейчас класс занимается на первом этаже, чтобы девочке было легко и удобно посещать уроки. Одноклассники любят Машу и всегда стараются прийти ей на помощь. Наталья Вячеславовна, вот насколько горят глаза и у Маши, и у ее одноклассников, наверное, вот это самое главное, когда и особенные ребята, и обычные дети, они настолько тесно коммуницируют. Такое ощущение, что для них нет никаких границ, ограничений и преград. Они общаются, они абсолютно на 100% социализированы, они помогают друг другу и даже соперничают между собой за право сидеть рядом с Машей. Но вы знаете, когда ребята приходят в школу, очень важно здесь расти душе тех ребят, которые рядом с ними. Соприкасаясь с людьми с ограниченными возможностями, наши дети учатся быть толерантнее, терпимее, с большой добротой относиться и помогать тем, кому непросто передвигаться, не обидеть словом, не обидеть взглядом. Это тоже очень важно. Здесь такой вот в рамках инклюзии идет обоюдный процесс. И для ребят, чьи возможности ограничены, и для обыкновенных ребят, которые посещают наше образовательное учреждение, на чужое учреждение дополнительного образования. И просто даже на детских площадках встречаются с ребятами, чьи возможности ограничены. Мы уже говорили о том, что работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, она ведется каждый день. 365 дней в году. Но тем не менее, вот месячник в этом году действительно прошел широко, как никогда. Огромное количество мероприятий, огромное количество благотворителей, которые заявились и были готовы, и поддерживали, и ребят, и семьи с детьми-инвалидами, и взрослых людей. То есть это не может не радовать. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Вы знаете, оказывать такую помощь, это, наверное, долг. Долг и администрации, и всех жителей, которые проживают в нашем округе. Действительно, в этом году была очень большая программа подготовлена. Во всех наших 50 общеобразовательных учреждениях прошли уроки доброты, где с ребятами говорили действительно об эмпатии, о том, что надо относиться с большим уважением к людям, чьи возможности ограничены. И самое главное, что мы должны вкладывать эмоционально в эту тему, рассказывать нашим школьникам о том, что они сами создают этот мир. И он, этот мир, насыщен разными людьми. Так в 12-й школе прошел очень интересный урок доброты, называется «Мир других», где ребята окунулись в жизнь людей, которые одновременно и не видят, и не слышат. Они получили совершенно другой человеческий опыт и поняли, насколько непросто и по-другому воспринимаются те же обыкновенные тактильные ощущения, как идти, как присесть, и когда ты не видишь и не слышишь. И я думаю, что каждый ребенок, который поучаствовал в этом уроке, сможет совершенно по-другому отнестись, когда увидит человека слепого или когда поймет, что кто-то не слышит. В этот день действительно проходило очень много мероприятий для разных возрастных категорий. Наши взрослые посетили парк «Патриот». Дорогой памяти прошли 20 членов клуба активного долголетия и взрослых людей с инвалидностью. Также на базе парка «Патриот» прошел для них такой благотворительный обед, где они могли поделиться своими впечатлениями, эмоциями. В этот же день, как мы уже говорили, прошла адаптивная тренировка в Усовском доме культуры, на которую приехали люди с разными формами отклонения в развитии. Это были и ментальные отклонения, и физические. На специальных тренажерах они могли позаниматься. Эти тренажеры были именно адаптированы к той форме заболевания, которые имеют наши, будем говорить, спортсмены-инвалиды. В этот день также прошла тренировка в бассейне, который провел наш десятикратный чемпион по плаванию. Алексей Дегтярев. Да, Алексей Дегтярев. И в этот день прошли встречи в школах, как я уже говорила, в рамках уроков доброты. На них приходили люди с инвалидностью и рассказывали о своей судьбе, но самое главное – о своей жизненной силе, потому что возможности могут быть ограничены, а способности и сила духа может быть абсолютно безгранична. В канун Дня инвалида на базе Усовского храма были вручены средства реабилитации для людей с инвалидностью. И эти средства были приобретены за счет благотворительных взносов, которые собирали люди во время 10-го Елизаветинского крестного входа. И очень много наших жителей откликнулось на инициативу главы провести такую акцию в нашем округе «Белый цветок». И я думаю, что эти средства помогут совершенно вывести на другое качество жизни людей, которым они достались – это люди с ограниченными возможностями. Давайте посмотрим, как проходило это мероприятие. И вот это! В храме Спаса нерукотворного образа в селе Усово прошла благотворительная церемония вручения подарков жителям округа с ограниченными возможностями здоровья. Собрать средства на их приобретение помогла акция «Белый цветок». В Денцовском городском округе 16,5 тысяч проживает инвалидов. Это большая цифра, потому что и округ большой. И вот сегодня впервые мы вручали подарки от благотворительной акции «Белый цветок», которая зародилась у нас вот в это юбилейный крестный год, который проходил в сентябре в Усовском храме. «Белый цветок», который прошел в Усово, благотворительная ярмарка, это была только часть, в которой участвовали дети. Но фонд, который провел основные сборы, наш фонд единения, смог собрать почти 800 тысяч рублей. Вообще в условиях пандемии – это колоссальная сумма. И то, что мы сейчас индивидуально, персонально, очень внимательно, наша Агенцовская администрация, разобравшись в нуждах каждого из тех, кому нужна благотворительная помощь. Технические средства реабилитации, принтер и коляска-трансформер. Подарки подбирали индивидуально, ведь потребности у всех разные. У Алеши ДЦП, и ему была жизненно необходима специальная коляска для передвижения и занятий. Это его жизнь, это его здоровье, чтобы не было искривления, чтобы было удобно, комфортно, потому что он в коляске довольно-таки долгое время проводит. Это и прогулки, и какие-то мероприятия, и занятия с учителем. То есть это у нас все необходимо. Огромное спасибо, хотим сказать всем, кто принимал участие в приобретении этой коляски, потому что это чудо, это мечта для нас. Для участников церемонии провели экскурсию по территории просветительского центра Усова-Спасская. Никаких сложностей с передвижением гостей не испытали. Здесь сумели создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрен и сурдоперевод. Организаторы пообещали, подобные встречи станут доброй традицией. Наталья Вячеславовна, спасибо за интересную беседу. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, Мария. Мы делаем много, но все равно недостаточно. И я думаю, что каждый из нас принимает на себя ту меру ответственности перед людьми с ограниченными возможностями, чтобы вывести их качество жизни на другой, более современный уровень. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальные интервью». Подписывайтесь на нашем канале. До свидания.